Всем привет! Рад всех приветствовать на канале Казак ТВ. И сегодня обзор защиты тела. Только мы снимали чесы. Это защита, которая просто накидывается, как жилет, спереди и сзади она имеет. Все, там максимум с некоторыми еще были такие боковиночки. То есть сегодня мы поговорим про полную защиту. Называется она боди. Это у вас будут и локти, и плечи, и боковины, и грудь, и спина. В общем, это полностью такой защитный каркас на всю верхнюю часть туловища. Да, наверное, так это звучит. Что касается нашего магазина, кто не в курсе, казакшоп.юа, это наш магазин. Мы сейчас работать стараемся в обычном режиме, стараемся отправлять достаточно быстро посылки. За границу мы отправляем. Недавно мы доставили в Черногорию, недавно мы отправляли в Грузию. В такие страны, конечно же, мы отправляем. Во всякие педрасические страны, конечно же, отправок у нас нет и не будет. Значит, чем бодики отличаются от чесов? Чес – это у нас вот такая вот защита. У нас есть спина, у нас есть перед. Она бывает жесткая, она бывает мягкая, как я вам показывал. Кто не видел обзор чесов, то здесь вот будет. Залетайте, посмотрите, мы набрали огромное количество защиты и рассказали, чем оно все отличается. Об этом сегодня мы говорить уже не будем. А вот боди – это вот такая прекрасная защита. Полная, с рукавами. Вы его одеваете как костюмчик, с всякими зонами защитными и боковушками. И, в общем, они бывают разные. Они также бывают мягкие. Они также бывают жесткие. Они бывают полные, бывают неполные. То есть, бывают там с полным рукавом. Или бывает только по локоть защита. Сегодня я вам покажу, какие материалы бывают, чем они отличаются. Сегодня у нас лид и фокс на арене. Лишь потому, что этих бодиков огромное количество. Особенно у лидов их вообще тысяча и один бодик. На любой вкус и цвет. Вообще, какие хотите, можете подобрать. По классике сегодня я померяю и расскажу, какие хорошо сидят, какие менее хорошо сидят. Какие для чего я лично считаю подходят. Какие для вело, какие для мото. Потому, что здесь есть и мото бодики. Примерно, там тот же фокс. Точно бы его вело не назвал. Тот, который у нас есть, фокс титан. Давайте рассматривать, что у нас сегодня есть. Первый бодик мы возьмем фокс. Так как у нас, в принципе, сегодня один. Это фокс титан. Такой вот джекет. Полноценная защита. Хардовая. То есть, жесткая. Здесь и вставочки с внутренней стороны есть мягенькие. Но вот эта, она полностью вся жесткая. Тут и локти, и на бицуху есть. И плечи есть. Спина большая, хорошая. Спина, естественно, отстегивается. То есть, можно без спины катать. Но эту спину одевать отдельно нельзя. То есть, есть бодики, где можно... Вы сняли спину с грудью и отдельно одеваете. На футболочке катаетесь. Здесь вы сняли. И как бы это чисто исключительно для стирки сделано. Ну, либо когда вам защиты спины не надо, вы там с рюкзаком катаетесь. Там можете спину просто снимать. Вот. Стоит это 160 долларов. Вот такой вот он огромный. Достаточно тяжеленный. Значит, теперь давайте по всяким интересностям, что здесь у нас все-таки есть. Спина, как сказал, уже съемная. Расстегивается он ровно. То есть, спереди. То есть, есть бодики сбоку расстегаются. Не стало удобно. А здесь вот спереди достаточно прикольно расстегивается. Сетчатый материал. Ну, они, в принципе, все будут сетчатого материала сделаны. На резиночке. Здесь как бы это у всех такая тема. Здесь у нас получается на две части грудь отделена. Левая и правая ее часть. Тоже прикольно. Он сбоку у нас здесь подгоняется. Ну, и сверху тоже подгоняется. Плечи пластиковые. Супер массивные. Прям вообще плечи. И вот это вот кусочек еще защиты у нас получается здесь. И локти. И локти еще у нас на стрепах дополнительных еще и подтягиваются. Пояс подтягивает, чтобы спина плотно у вас ложилась. Так. Тут у нас подтягивается он снизу. И на молнии все это чудо снимается у нас. Да. Снимается, чтобы постирать. Либо чтобы не использовать защиту. Спина, кстати, у нас такая немножко подвижная. Принимает форму. Прикольно. Спина очень мощная. Прям вообще мощницкая. Ну, это Титан. У них есть такая серия. Это мотоциклитная серия. Можете посмотреть. Вот такой вот огромный бодик. Я все это потом, естественно, в конце померяю. Ну, пока что претензий вообще нет. Он вот супер мощный, огромный бодик. У них, кстати, есть классный велолайтовый такой он детриошный. Он называется у них Base Friend. Очень классный. Они есть с чистой жакетами. Они с длинным рукавом были в наличии, не успели взять. Сейчас в наличии нет. Ну, и есть Race Frame. Как бы это классический такой чисто Чес, накидочка. Прикольная. Тоже очень редко бывает в магазине. Появляется сразу, блин, забирает их. У Фокса, в принципе, все. Вот у них там 3-4 варианта защиты. То есть D3-ошные есть. Разные по степени защиты. И есть вот такой вот Хардовый Титан. В отличие от Лито, где только вот Чесов сегодня у нас там 8 представлено будет. Бодиков было там, не знаю, это под десяток, наверное. То есть у Лито ассортимент просто космический. По Фоксу все, в принципе, тут надо больше говорить, когда их одевать. Значит, у Лито есть четкое разделение. На лайтовые бодики, это те, которые будут у нас либо с гелем, либо с пенкой. И иметь какие-то хардовые элементы защиты. И те, которые полностью из харда состоят. Давайте начнем с лайтовых. Самый первый это Аэрфит гибрид. Аэрфит это защита, которая идет с пены, которая ударопоглощающая. Но серия гибрид означает, что будут еще такие пластиковые накладки поверх этой пены. То есть это типа, ну, супер прочная защита. То есть здесь у нас вот пенка есть, а поверху вот такие вот пластиковые накладочки. Здесь, на груди, на локтях. То есть они тут везде будут. Также есть защита боковинок у нас, вот, с обеих сторон. Это очень важно. Она не толстая, то есть никаких пластиков здесь нет. Это такая пена, достаточно податливая. Вообще сам Аэрфит материал, он очень жесткий. Молния есть, она вот так вот прекрасно расстегивается. Таким вот образом. И вот так вот вы одеваете. Немаловажно, что все эти вставки, они достаются. Вот я вам сейчас достану, допустим, грудак. Вот это именно сам материал Аэрфит. Вот это такая пена, которая удары поглощает. Такая же есть на спине, такая же есть на плечах, на локтях. Она тут абсолютно везде. Это мягкая такая, прям вообще. А это жестче. Ну, значительно жестче. Это вот очень похоже на, господи, на D3O материал. Вот это вот он и есть. Это все достается зачем? Чтобы бодик могли и в стиралку кинуть, как бы и постирать. Все эти элементы, они легко достаются. Это, кстати, очень важно. Очень важно и очень здорово. На бицушке тут тоже мягкие вставочки есть. Локоть закрывает, есть. Так же все достается, можно постирать. Так, вешалочки идут со всеми бодиками. Так же нужно не забывать, что все литовские бодики будут совместимы с защитой шеи. Брейс рейди. То есть тут будет вставочка под брейс. Вот здесь все резиночки. Это специально сделано, чтобы ошейник четко держался. Сзади у нас вот тут такая вставочка есть. Она на липучке. Она отсюда достается. Таким вот образом, она очень толстая. И здесь упор именно с защиты шеи вставляется. Если вы его не используете, вы эту штуку одеваете обратно. Вот такая вот огромная спина. Жесткая. И есть пластиковые элементы. По бокам все это регулируется, все это подтягивается. Вот такой вот у нас AirFit гибрид. Это самая жесткая защита из пены. То есть дальше у них пойдет только лайтовый и лайтовый. Следующая защита это AirFit. Лит AirFit. Это защита, которая сделана полностью из пены. Утарополощающей. То есть здесь никаких накладок помимо пены из пластика, как было в гибридах, не будет. По факту все то же самое. Это грудь, боковинки, плечи. Но видите, плечи уже идут просто с защитного материала, без пластика. И также будут локти. То есть даже вот здесь промежуточная защита маленькая не будет, как на гибриде. Вот так это все выглядит. Вот такая здесь огромная большая спина. Она также достается. Она также по бокам подтягивается, регулируется. Также с ошейниками все совместимо. Все с сеточки. Сбоку классически все это расстегивается у нас. То есть в этом плане они не отличаются. Отличаются исключительно. То есть конструктивно все эти застежечки, все эти зоны защиты, они будут идентичны. Разница будет только в материале. Защита груди, чтобы посмотреть, как она выглядит. Вот такая она у нас идет. Пена. Вот тут несколько слоев. То есть здесь сначала вот такие мягенькие вставки. Потом идет первый лист, да. Потом идет еще один. И еще один потолще. То есть как бутерброд такой. Это у нас грудь, помимо того, что тут еще вот пластиковое такое основание, куда это все ложится. И это только грудь. То есть тут как бы толщина весьма приличная. Вот. И это у нас пенка. Не гель. Ну и спина тут точно такая же. Не сказал вам по ценам. AirFit гибрид стоит 260 долларов. Вот это стоит 245 долларов. По ценам все нужно уточнять. Все нужно смотреть на нашем сайте. Смотрите там по актуальному курсу будут стоять цены в гривнах. Называю в долларах это, чтобы вы примерно понимали, что вообще как бы происходит с ценами. Следующая защита у нас Lit Airflex стоимостью 265 долларов. Значит, что это такое? Помните, я вам показывал свой бодик, который я взял такой лайтовый. Он именно с геля сделанный. Чисто вот кататься я говорил, что это эндурный. Вот здесь идет такой же бодик. Такой же, точнее, Чес в комплекте. Вот он. Один в один. Вот эта вот штучка. Такая потрясающая. В комплекте с вот такой еще жилеточкой, у которой у вас отдельно будет защита плечей и локтей. Спереди и сзади у вас ничего не будет. То есть, когда вам не нужна защита плечей и локтей, вы одеваете просто Чес. У вас защита спины, как бы все есть. С геля легкая, удобная, ну вообще опалденная. Когда вам нужна вообще вся защита, вы одеваете еще вот такую кофточку, где у вас также с геля будут плечики и локточки. И поверху еще одеваете вот такую штуку. Это вообще суперудобно. Причем нужно разделять. Вот такую штучку нужно одевать на голое тело. Поверху можете одевать жерси, что хотите. А вот эту штуку можете одевать поверху жерси, можете поверх куртки одевать. А можете все вместе одевать, а поверху жерси одевать. То есть тут можете комбинировать как угодно. Это вообще очень круто. Она очень легкая, уверен, классно будет сидеть. Ну, это такая велотема. Вот вообще, все, что я сейчас показывал, кроме фоксы, это все вот велободики. Прям я их так считаю. Они-то могут там персценироваться как угодно. Но я считаю, это чисто настоящие эндуро, там, трейл, там, что мы хотели бы, даунхильные бодики. И самый лайтовый из этой серии. Называется он Airflex Stealth. Здесь интегрированная будет спина. Вот точно такая, как на том бодике. Только там она была съемная. А здесь она у вас интегрированная. И интегрированная грудь. Ну, грудь тут вообще лайтовая. Просто, ну, блин. Вот. Ее можно скомкать просто. Плечи и локти идентичны, как были в предыдущем. Все они, естественно, совместимы с непосредственно ошейниками литовскими. Вот так это все выглядит. Вот такая тут у нас спиняка. Я вам сейчас ее достану. Вот такая вставочка. Но это не полностью. Это вот, как бы, ударопрочный сам материал. А потому что защита у вас еще идет вот она здесь. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. То есть еще есть вот эта вставка, еще есть вот эти вставки. И непосредственно в самом центре, где недостаточно защиты, еще вот такой вот бутерброд лежит. Прикольно. Достаточно толстая она здесь. Я не знаю, сантиметр, наверное, ее толщина. Ну, и, естественно, локти, плечи, как бы, они вот с такого материала сделаны. Сейчас покажу еще вам. Все достается. То есть все, кармашки есть. Можно достать, то есть постирать. Все это достается. Кидайте просто как там джерси и стираете всю эту штуку. Это очень прикольно. Вот. Вот так вот это все выглядит. Ну, до 3-го реально похоже. Просто Elite любит делать все сами. Они, как Fox, патенты не хотят, как бы, покупать, получать, платить за использование там технологий. Поэтому они делают сами. Они сами делают себе MIPS. Называется он 3D-турбин или 360-турбин. Как-то так. Они не хотят платить за использование D3. Они делают AirFit, AirFlex. Технологии, как бы, тучи. Даже BOA они придумали свой. Я забыл, как технологии называются. У них есть кроссовки, тапки велосипедные под контакты. Называются они 6.0. Недавно их выпустили. Вот так вот выглядят. Очень прикольно. И там тоже такая клипса, которая затягивается, как BOA. Но это не BOA. У них своя какая-то технология. Не пойму, как называется. В общем, по лайтовым бодикам, думаю, все вам понятно. Переходим к хардовым. Хардовая защита. Боди полный. Они все будут аналогами. Как вы помните, в прошлом обзоре делали. Там у них есть 3.5. Вот сейчас я вам покажу. Защита тела, да. Вот такой вот он. Чисто бодик, да. Вот такой. 3.5. Пожалуйста. Только он в комплекте будет идти еще с вот таким вот бодичком. Где будет у вас пластиковая жесткая защита плечей. А внутри будет гелевая вставочка. Защита будет у вас промежуточная. И защита локтей такая же. Спереди и сзади, конечно же, у вас не будет. Также у вас еще будет здесь пояс. Который будет закрывать бока. Подстягивать его, чтобы он хорошо и плотно у вас сидел. Если вам этого мало, вы одеваете вот это. Если вам это не надо, вы это одеваете отдельно. И так у них будет с каждой линейкой. 3.5. С вот этой. 4.5. 5.5. 6.5. Все, как мы делали в прошлом обзоре. Просто теперь к этим чесам добавились вот такие вот бодики. Чем цифра выше, тем степень защиты выше. 3.5 у нас стоит 195 долларов. Это вот это оно. С вот этим, разумеется. Вот такой вот. Прекрасный набор. Тяжелое. Это уже все будет очень тяжелое. Вот это я бы еще использовал, наверное, в Velo. Вот такое вот. А то, что пойдет дальше, то уже вряд ли. 4.5. Это вот такая вот огромная же массивная защита, которую уже прям тяжело держать даже одной рукой. С вот таким вот бодиком. Но что самое интересное, он тут не съемный. Он вшит. Вот эта штука не снимается. И задняя тоже. В отличие от 3.5. Не знаю, почему так. Здесь очень массивные плечи. Очень массивные локти. Они еще и подтягиваются. Вот такая огромнейшая защита. Померяю и расскажу. Здесь, конечно же, также есть пояс, который стягивает все это прекрасное действие. Стоит такая защита на минуточку. 215 долларов. Померяю и расскажу, но по прошлому опыту плечи вот эти неудобные. Они слишком огромные. Как это защита коленей. Но точно не плечей. 5.5 стоит у нас 265 долларов. Здесь точно так же чес не снимается. Вот его спина. Огромная, длинная. Тут уже есть защита боковин. Нормальная, полноценная. С пластиком. Там не было подобного. Вайтовых только были. Локти. Вот такие огромные. Плечи. Массивнейшие. Он очень тяжелый. Реально. Вот уже тупо тяжело держать. Это мото. Ну, я бы на таком новеле не рекомендовал бы кататься. И предыдущая это все мото тема. Под защиту шеи здесь есть прям кармашек. Сзади есть место, где она упирается. Что самое еще интересное. Локти тут снимаются. Вот здесь на молнии. Остегивается. Если вам не нужна защита локтей. А нужно только плечи, грудь и все остальное. То можно снять, сделать короткий рукав. Это прикольно. Почему нет? Когда можно все это разъединить. Но очень тяжелый. Реально. Я уже держать его не могу. Ну и самый мощный и самый дорогой бодик. Называется он 6.5. Стоит он 310 долларов. Здесь у вас ЧС будет съемный. Точно такой, как мы смотрели в отдельном обзоре. Вот такой вот. Он, кстати, очень крутой. Мне он очень нравится. У него, во-первых, огромная спина. Супер длиннющая с вот этим вот хвостовичком. У него классная защита боковин с пластиком. Затянутая, как положено. Отличная передняя часть. Он очень хорошо сидит. Ну и ко всему этому у вас добавляется еще сам боди. Вот такой вот. С плечами. Жесткими. Ну, внутри будет гель. С локтями, как положено. Промежуточные вставочки будут защиты. Ну, все это сеточки, все это хорошо. Ну и пояс непосредственно. Самая огромная жесткая защита. В нем, кстати, вот более-менее еще удобно будет даже на велике кататься. Потому что как-то аккуратно все здесь сделано. И когда одеваете, вот я помню по обзору 6.5 Pro. А Pro это он одет просто с плечами. Удобно сидело. В отличие от 5.5, от 4.5 эти плечи просто такого, как рыцарские доспехи какие-то. Вот такие вот у нас сегодня ребята. Давайте все померяем. И я вам расскажу, как они сидят. Потому что это более важно, чем их просто покрутить в руках. Первое, что мы сегодня померяем, это будет у нас Foxy Tan. Очень важное замечание. Я меряю на футболку. Это неправильно. Ну, лишь я не хочу своими голыми тютюнами как бы смущать вас всех. И своими 12 кубиками. Поэтому я меряю на футболку. Но, когда мы говорим за катание. Когда мы говорим за уже целевое использование любой защиты. Любая защита одевается на голое тело. Это очень важно. Любая. Локти, колени, именно бодики одеваются на голое тело. Чесы одеваются как вам нравится. Ходите на голое тело, ходите на джерси, на курточку, там по барабану. Почему? Потому что при ударе, если мы оденем на термобелье, или мы оденем поверх, не знаю, тонкой кофточки, например, то оно проскакивает. Оно не держится. Любая защита будет гулять. К телу оно отлично прилипает. И многие элементы защиты, они идут такими силиконовыми еще там вставочками, чтобы она хорошо держалась, именно соприкасалась с кожей и не прокручивалась в момент удара. Это очень важно. Ну, как бы можно еще поподтягивать. Здесь у нас тремешочки, да. Тут еще можно подтянуть, чтобы у нас лучше грудь. Обтягивала, держала. Ну, я делать этого не буду. Вот такая защита спины. Ну, на самом деле, оно удобно. Ну, то есть, нет дискомфорта. Лишь потому, что оно сильно массивное, все такое, большое. И все-таки, когда у вас пластиковые элементы защиты, ну, оно сковывает. Как ни крути, движение сковывает. Ну, для мото, это офигеть. Для мото, моноколес, вся эта движуха, я видел, люди очень любят кататься в подобных вот бодиках. Это, пожалуйста. Посмотрите еще раз, запомните. Здесь комфорт не вызывает. Просто она такая, она уж массивная. Ну, она такая должна быть. Следующая. 6,5. Как я и говорил, она стоит у нас из двух частей. Я, наверное, по размеру вам не сказал, но здесь, в основном, вся защита. Я брал L-очки. Там буквально парочку будет M-ок. А так они L-ки. Но они все тянутся. Поэтому тут прям защита, она вот эта, она не подбирается, размер-размер. Там, если погрешность какая-то будет маленькая, не критично. То есть, если вы все жерсти носите L-ку, то бодик вам нужен L-ка. Ну, здесь вот прям как с шлемом, что он должен прям идеально сидеть, нет. Оно все тянется, оно все вот на резиночках. Сама эта сетка, она на резиночке. Она подгонится и будет отлично сидеть. Тут как у нас дела обстоят? Неплохо, кстати. Неплохо. Поясок. А потом еще можно еще и дотягивать вот эти все штуки. Все остальное мы одеваем поверху. Ой. Вот так вот. Тут у нас отличная защита боковинки есть. Да, ну это прям на бойню. Конечно, это... Это прям... Это сильно. Ну, кстати, вообще офигенно сидит. Вот оно... Оно все массивное. Оно все огромное. Но оно так продумано, ну, блин, ну ли ты умеет делать защиту? Чего тут не говори? Они, блин, шарят. Удобно. Так обнимает все у тебя. И плечи эти, вот, блин, по движению. Ну, где-то тут, конечно, чуть-чуть ты чувствуешь, что у тебя упирается вот этот вот элемент защиты. Как ни крути, ты будешь чувствовать. Но прям так, что сильно сковывая движение, я не могу ссать. То есть не хочется бодик снять и выкинуть нахрен. Нет. Сидит классно. Видите, длинная спина, защищает тут все. Блин, она тут мягкая на сутыне стороны. Тут вот такая толщина, чтобы вы понимали. Боковины есть. Ну, вообще все закрыто. Вот в этом бодике закрыто все. И в нем реально можно катать на велчике. Только тем, кто прям надо дофига защиты. ДХшечка, вот это все. Ну, вот такой бы, да. И прикольно, что он комбинированный. Вот все, вот эту штуку. Она мне нужна. Ох ты, шатите, молотите. Вот. И все, и у вас просто бодичек. Тепленько, хорошо. Сетки, все вентилируется, все продувается. Ну, или такую штуку отдельно катать. Ну, это прикольно. Следующая у нас 5,5. Вот это уже ребята серьезные подъехали. Вот это, как я в прошлый раз говорил, это не вело штука. Она мне не нравится. Она слишком массивная. Но она под свои задачи. Ну, так это выглядит. Но мне оно не нравится. Оно мне тогда не нравилось, когда оно было только с плечами. А оно мне не нравится, когда оно вместе с локтями. Да. Ну, давайте попробуем снять локоть один. Ну, это может вот так выглядеть. Если что. Так, по движению. Ну, вот эти штуки, они очень сковывают движение вверх. За счет того, что они очень огромные. Вот они аж тут упираются. Ну, он такой. Он не очень. Тут-то все хорошо. Ну, это прикольно. Локоть снял. Хочешь отдельно, оделся за защиту локтей. Классно. Если бы еще и это снималось бы, ну, шансов бы я ему дал больше, конечно. 4.5. То же самое он у нас интегрирован. Ну, тоже. Это вот все то же самое на самом деле. Разная степень защиты. А по комфорту вот ощущения на самом деле аналогичные. Тут локти не съемные. Ну, она очень грубая на самом деле. Она не очень дружелюбная. Само-то оно все это не колется, ничего. Но вот оно сильно сковывает движение. Вот этот вот 4.5 и 5.5. Поезд-то, чтобы спина у вас никуда не сползала. Фиксируется. Так, вот эти штучки тут тоже у нас есть. Вот. Вот. Ну. Не, она. Это вот защита коленей на плече. Оно как бы совсем не очень. Так выглядит сзади. Сказать нечего. Это все то же самое. Просто меньше защиты. Она короче. Несемные локти. Так по комфорту, по всем ощущениям идентичные абсолютно. Ну и самый простой из этой серии. Это у нас 3.5. Где бодик у нас, естественно, отдельно. Чес точнее. Ну, чес от бодика отдельно, да. Одевается оно прямо. То есть просто вот мы одеваем как кофточку. Этот уже удобней, чем сбоку. Вот это когда у вас там все, оно заинтегрировано. Вот. Ну, блин, оно так очень удобно. Когда-то так вот, оп, застегнул спереди. Не сбоку где-то там что-то ищешь до глотки. И так-то оно сильно ярче. Плечики есть. Локоточки есть. Защитка есть. Сидит классно. Ну, а 3.5 сверху. По классике. Накидываем. Ну, вот вообще отлично. Ну, блин, посмотри, не с вот этими, вот, которые только что были. Это прям, боже мой, небо и земля. Так хорошо. И сидит плотнее. Удобнее. Можно еще подтянуть, чтобы оно еще тут лучше. Хорошо. Локоточки с пластиком, с гелем, с вставочками к плечике. Хорошо. Не сковывает, не бесит. Ну, в самую малость здесь что-то. Чуть-чуть там оно где-то упирается. Ну, то есть вообще не критично. Оно сильно мягче, дружелюбнее. Классно. Сидит классно. Вот так это все выглядит. И все это прекрасно снимается. Не надо вам. Вот она накидка. Сняли ее к черту. Катаетесь просто так. Надо вам накидка, вы ее отдельно одели. У вас как бы два в одном здесь. Это, блин, очень здорово на самом деле. Класс. Ну, снимается еще по-человечески. Как кофточка какая-то. Молодцы. Ну, и теперь у нас самые лайтовые пошли. Это у нас... стелс. Аэрфлекс стелс. Самая легкая из всех полных защит. На трейл, наверное, покататься. В кросс-кантри. Шучу. Ну, не дыха. Ну, я думаю, что эндуро вполне себе имеет право на жизнь такая защита. Ее вообще чувствовать вы не будете. Вот так это все выглядит у нас. Так, у нас вне пояса ничего нету. Ну, пожалуйста, локоть есть, плечо есть, грудь есть, спинка есть. Вообще ничего не чувствуется. Абсолютно. Просто как одел какую-то кофту на себя. Все. Вообще. Лайт-лайт такой. Ну, и падать в ней будет сильно приятнее, чем без нее. Это уж прям точно. Сидит классно. То есть, ну, именно намеков на дискомфорт. Прям вообще... Я заметил, что короткие рукава, кстати. То есть, обычно у всех они длинные, где-то вот такие, да. А здесь, если мы пододвинем, короткие. Хотя на мне он сидит нормально. То есть, большего размера, если я футболку уберу, то будет вообще как бы отлично сидеть. Вот такой бодичек. Супер лайтовый. Запоминайте. Аэрфлекс гибрид. Этот господи стелс. Хотел сказать гибрид. Гибрид то с пластиком. Теперь аэрфлекс на снег гибрид. Это по факту все то же самое, только у нас та штучка будет идти отдельно. То есть, сидеть он будет точно так же. Это, кстати, достаточно новые защиты. То есть, у Лита, вот те, которые я вам показывал, да, это массивные с ключами, которые мне не нравятся. Это уже старые модели. А вот эти все аэрфиты, флексы, достаточно новые. Вот, особенно, которые я сейчас одеваю, это вообще из самых последних. Они выпустили абсолютно недавно. Ну, а эту штучку мы одеваем, естественно, просто поверху. Когда надо она нам. Когда нам не надо, мы ее не одеваем. Когда она нам надо, мы ее одеваем. Тут на липучке прикольно, не на застежках. Тут такая липучечка одна раз. И вторая липучечка вот так вот у нас тут идет дува. Вот так это все выглядит вместе. Вот так оно все выглядит. Шикарно. Очень тоже лайтовый бодик. То есть, понятно, что вот эта защита, она пожестче будет, чем та, которая была у предыдущего у стелса. Потому что здесь грудочок, я вам напомню, вот ваша защита груди. И вот вы считаете, что нет. Просто так маленькая вставочка. То здесь как бы это защита уже. Вот. Спинка у них похожа. Вот. Что здесь, что здесь. Я бы сказал, даже идентично. А вот грудь тут будет помассивнее. Ну и плюс в том, что это все снимается отдельно. Таким вот образом. Вот. Ну и это уже защита у груди, как вы понимаете. Мы вот так вот вублик не скрутим. Как предыдущий. Теперь аэрфит. А аэрфит мы уже с вами помним, что это пена. Что это достаточно тяжелая защита. Но она не хардовая. То есть элементов пластиков тут не будет. Здесь будет ударопоглощающая пена. Но тут локти больше. А не по площади больше защиты. Здесь уже эта вставочка у нас есть. Да. И плечи большие. Вот. Защита боков есть. Я, кстати, недавно упал. Себе два бока. Два бока отбил. А тут вот есть такие штучки защитные. Как раз те места, где я припарковался. Два. У меня, правда, защитные шорты есть. Но я что-то поленился их одеть. А тут хорошо. Там просто выпирающие такие штуки есть. Так. Грудь. Классно сидит. В чем прикол пены и геля. Он облегает форму тела лучше, чем это будет какая-то пластиковая защита. Потому что пластик, он никак не деформируется, никак не приспосабливается к вашему мощному телу. А вот как раз гели и пены, они могут быть податливыми. Поэтому вот он вообще шикарно сидит. Блин. Классный. И это прям, ну тут защита-защита. Здесь прям, ну, это крепкая защита и она легкая. Она массивная, визуально, но она легкая. Хорошо. В общем, претензий вообще нет. Классный сидит. Ну и последнее. Аэрфит гибрид. Это все то же самое, что и было только с элементами пластика. На локтях, на груди, на плечах, помимо геля и пенки у нас будет еще пластик. То есть кому мало той защиты, пожалуйста, можете себе взять, чтобы у вас еще и пластик сверху был. Пластик многие любят на самом деле. То есть защиту с пластиком многие любят. Почему? Потому что она скользит. То есть когда вы чем-то бьетесь, пластик, он скользит. Потому что, к примеру, защита какая-нибудь там из геля или каким-нибудь без пластика, она, как правило, тупо встревает в землю. Она не имеет момента скольжения. Это важно. Тут тоже бока у нас есть. Грудь с пластика. Пластик все. По комфорту вообще отлично. Ну то есть тут претензий быть никаких не может. Сейчас мы еще застегнем. Тоже затяжка, кстати, неудобная. Это вот мне не нравится. Почему нельзя было сделать с липучкой, например, что-то. У меня сидит отлично. Прям вообще хорошо сидит. Не, ну тут легкие эти, упирается. Ну тут как бы когда у вас защита плечей, оно в любом случае будет чувствоваться, что оно у вас есть. Но оно не будет сильно мешать. Дискомфорт лютый придавать оно не будет. Потрясающе. Теперь давайте подведем итоги. Значит, какую бы защиту я посоветовал бы выбрать. Ну, если прям вообще hard-hard, что-то очень серьезное вы там катаете, то, наверное, все-таки бы я посоветовал 6.5, как вот по-прежнему. Вот эта вот защита, это прям супер максимум, который вообще может быть, удобная, ну, без претензий, раздельная. Ходите отдельно, это используйте, ходите отдельно, это используйте. Ну, как хотите. Это вот именно, я не знаю, тут на ДХ-шечку. Эндуро нет, потому что это уже чересчур, это перебор по защите, это чисто ДХ, мото, моноколеса, вот все там, где вам надо по максимуму защиты. Если вы хотите супер лайтовую себе защиту, то я бы не выбирал прям вообще стелс, там где вообще грудь скручивается, но так себе защиты, конечно. Я бы выбрал бы просто аэрфлекс. Вот такого плана. Где также раздельные спина и грудь, но также есть локти достаточно неплохие. Это прям лайт, вообще суперудобно в ней кататься, без кликовой проблемы, в этом отдельно чеси катаю. Классно, очень крутой, не чувствуется он вообще на спине. И если мы говорим за лайтовую защиту, что-то среднее, между прям с элементами пластика и между супер лайт, 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 то я бы выбрал бы аэрфит. Классная защита, реально очень удобно сидит, огромная защитная спина из пены, плечики есть, локти есть, боковины есть защитные, грудь очень хорошая, плотная я вам доставал, показывал, то есть которую вы в кулачок уже не скрутите. Вот эта защита прям, ну это среднячок, это что-то между. Я думаю, что в таком классно кататься и дыха, и эндуро, и под джерси одевать вы эту защиту чувствовать не будете, видно ее не будет. Ну, то есть, по ней вообще вопросов и претензий у меня нет. Все остальное уже как-то, ну вот я бы выделил только вот эти вот три защиты, вот под каждую задачу. А там, конечно, на любителя, может кому-то нравятся такие плечи, массивные там, бодик, тяжелый тет, пожалуйста, там есть чего еще выбрать. На этом у нас все, показал, рассказал про полноценную уже защиту, теперь вы точно сможете определиться с выбором. У нас и чесы есть, и боди есть, и защита, мы делали коленей обзор полноценный, жесткую, нежесткую, обзор шлемов есть. Уже не знаю, какую защиту мы, локти только не обозревали, вот я думаю, сделать ли еще обзор по защите локтей. Вот, да, напишите. А так, следующий ролик, третью сделаем по смазке для цепи. Я протестировал уже 4 смазки, думаю, еще одну или две как бы найду, добавлю, и уже такой полноценный большой обзор теста смазок в полевых условиях. Вот покажу вам, какая масляная смазка, керамическая, сколько бегает, ну, в общем, все эти нюансы уже будут в отдельном ролике. На этом все, большое спасибо за просмотр, тут мой инстаграм, напоминаю, что на него важно залететь и подписаться. Также на канал можете, да, и посмотреть предыдущие обзоры, там тоже много чего интересного. И полезного есть. Обзор очков также уже был. Да, всем пока.